МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днем Ангела, дорогие именинники! Призывая нас к совершенству, Господь Иисус Христос открывает нам одно важнейшее качество, которое более всего приближает нас к Богу. Качество это называется милосердием. Будьте милосердны, как Отец Ваш Небесный, милосердь есть. Так говорит в известном месте своих проповедей Господь Иисус Христос. И сегодня мы расскажем о человеке, вся жизнь которого была без остатка одним делом, исполнением заповеди о милосердии. Звали этого человека Филарет Милостивый. Он жил в восьмом веке в Малой Азии, в местности красиво называемой Пафлагония. Он был очень богат и знатен. Знатной и богатой также была семья его супруги. У них был один сын и две дочери. Однако богатство не радовало Филарета. Он часто размышлял над словами Евангелия и помнил о том, что мы ничего не заберем с собой из этого мира. Он помнил притчу о богаче и Лазаре. Он помнил о том, что Малые Исии нуждаются в помощи, то есть нищие, бедные, вдовы, сироты нуждаются в сострадании. Также сердце его грели слова царя Давида о награждении праведным загробом в будущей жизни. И вот Филарет употребляет все свои средства на то, чтобы благотворить. Он ежедневно раздает, одевает, кормит, посещает, питает. Его щедрость доходит до крайности, и его семья начинает нуждаться. И, казалось бы, это дело уже превосходящее всякую меру. Однако Филарет говорил, у меня есть такое сокровище, о котором вы даже не подозреваете. Успокойтесь, поскольку все, что я даю, к нам вернется. На Пафлагоне нападают арабы и грабят дом Филарета и его имение. У него остается только два вала, одна корова, улей и немного вещей. Но и это он раздает бедным до конца. Правда, друг его, когда отдана была последняя мера пшеницы, приносит ему изрядное количество пищи и необходимых вещей. Но впоследствии императрица Ирина ищет мужа для своего сына Константина, будущего императора Константина Багринародного, и рассылает гонцов по всей империи для поиска благочестивой и красивой девушки. Такой девушкой оказывается дочь Филарета, и Филарет превращается в родственника царя. Константин женится на одной из его дочерей, та становится царицей, и к Филарету текут большой рекой многоразличные богатства. Этот чудный человек до конца своих дней, а умер он 90 лет, кормил бедных и прислуживал сам им за столом, как официант или прислужник. Он повелел слуге сделать три ящика и наполнил их доверху золотыми, серебряными и медными монетами. Из ящика с золотом он давал тем, у кого ничегошеньки нет, то есть самым бедным людям. Серебро давал тем, кто лишился имени или пропитания из-за пожара или обмана человеческого, но знает ремесло. А из медного ящика давал тем, кто лицемерно и нагло выпрашивает денег, хотя в них не нуждается. И этим людям Филарет давал, однако уже не серебро и не золото, но всего лишь медь. В почтенном возрасте умер сей блаженный муж, и все говорили о нем, это настоящий исполнитель заповедей Христовых. И к чему вся эта история ведет нас, дорогие телезрители, как не к тому, чтобы и нам захотеть пожелать быть милосердными, так безмерно милосердными, как милосерд Отец наш Небесный. Эта история призыв каждому из нас к тому, чтобы мы скорее любили давать, нежели брать по заповеди Христовой. Кроме носящих имя Филарет, мы сегодня рады поздравить с Днем Ангела, а также Наума. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах. КОНЕЦ КОНЕЦ